И регламент нашей работы для тех, кто не знаком, и для тех, кто впервые участвует в наших читах, такой. Вначале мы приглашаем композитора, который рассказывает, дает небольшую аннотацию, или просто рассказывает о своем сочинении, о себе, что он сочтет нужным и важным. Потом мы приступаем к разбору этого сочинения вместе с куратором. Сегодня куратор Вера Игровова, которая сегодня помогает цель. Итак, начинаем. Да, вот еще что важно. Я назову фамилии солистов Московского алсамбля современной музыки, которые участвуют во всех читочных сессиях. Иван Душуев – флейта, Олег Танцов – кларнет, Михаил Дубов – фортепиало, Роман Минц – скрипка и Ольга Дзюбина – вялое щель. Мы начинаем нашу сессию с произведения Константина Степанова. И его цикл, который состоит, по-моему, из шести пьес для кларнета «Соло», о котором он сейчас расскажет, будут исполнены не все пьесы, а какие скажет Олег Танцов. Итак, Мария, попрошу вас. Я бы на главу второго дня. Добрый день. На этом фестивале я представляю «Леба Петербурга». Сейчас не обучаюсь, но сам я из Красноярска, я закончил здесь теоретическое деление. И, соответственно, сочинение у меня было написано про красноярские края. Соответственно, оно поэтому называется «Сухие речи о дальней земле» и «Данье», потому что мы, когда они, в принципе, делали, делали свои родины. И здесь я постарался описать какие-то моменты родные, исповедные схавы, которые у нас «Колды» называются. И в то же время попытался вручить некоторую концепцию чего-то архонического линия, зервобытного, то есть сочетание условий женских начал. Я в сочинении использовал, обирался на первых элементах, секторах, кетах, в общем, на коренных народностях. Тут преобладают сватом, например, такие последовательности. Ну и приукрасил это немного, вообще-то, современными приемами исполнения предокладателей. В Петербурге, когда мы это исполняли, его очень часто называли «шаманским», то есть таким вот экзотическим. Ну, конечно, цель написания была не такая. И, в общем-то, на этот форум я предоставил лишь некоторые пьесы, во-первых, ну, ввиду ограниченного коронавитра, а во-вторых, потому что мне интересно поработать над некоторыми из пьес. То есть у меня, в частности, первая пьеса, хотел бы узнать, как мнение второй, как более-менее фруктуозное. И самый интересный момент для меня, буду узнать, как звучит четвертая пьеса, потому что мы с ней очень много работали, наградными исполнителями, очень много исправляли, и все-таки было очень трудно исполнять, потому что хотел бы узнать, что можно делать с этим. А с третьей пьеса, с третьей и пятой, ну, не было более-менее понятно. Их она, конечно, уже не входила. В общем-то, я думаю, можно послушать, в принципе, что получилось у меня. А исполнялось вообще все это сочинение Циняков? А исполнялось, да, было. Сначала были исполнены первый, третий номер и пятый номер, потому что исполнитель болел ему разучить этот четвертый. А затем он был исполнен Александром Захарином, то есть петербургским, ларантийским. Все были номера исполнены, но четвертый был исполнен медленным темпом, поскольку было ограничено время разучения, так сказать, неделя концерт готовится. Но это звучало цепком, да, и планетисты говорили, что это прям-таки некоторые испытания для солиста, но в целом всем нравилось, по-какому мере, и с исполнителем. Я буду очень, как бы, для меня небольшая честь, чтобы вы не думаете. Спасибо большое, но я всегда только один. Хорошо. Четвертая, к сожалению, пока не было времени. Я все-таки не могу. Нет, действительно, четвертая часть очень ракуозная, с большим количеством приемов. Нужно много времени, чтобы его выучить. Нужно много времени, чтобы его выучить. Нужно много времени, чтобы его выучить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть там не везде боится. Потом все-таки такие вещи, которые связаны звук и шум, когда... Да, здесь на грани звука как-то звучит. Да, как-то это странно звучит, но не знаю. Если вам это нравится, я бы, конечно, не обсуществляю. У нас сыграл бы ординарию. Ну, там четверть тонами. Но мне кажется, это не имеет смысла брызнуть здесь. Еще запись, конечно, если бы его не утирифицировали как-то запись, потому что крестиками обычно обозначается слабый тон. А в этой крестике надо означать без взгляд, потому что их сбивают. Я бы старался это не считать. Да, это тоже, но это такие детали уже, которые не совсем так по что и важны. Какие-то конкретизированные, это же вещи. Вот, например, пятый этап в первой части, когда глиссандра сверху, ну, как-то хочется, чтобы понять, какой нот это для глиссандра. Я думаю, что лучше было бы все-таки записать там как-то... Ну, проще было бы как-то читать, да, и исполнить здесь. А что? Я хочу насчет опыта сказать. Как раз в тренинде всех жаманских элементов, там по ногам еще на разные темы. То есть, у нас сегодня идет заодно, а у нас в другом. Я бы абсолютно абстрагировано сначала ногами, как будто не исполнял. Так, внести, по крайней мере. Ну, в смысле, просто на фоне. То есть, не обязательно подстраиваться. Это у нас же ритмы, здесь. Но и на триоде. Ну, я постарался передать эту идею о романгаковости и абстрагированности. То есть, попытался сказать, что не нужно привязывать... Может, при нас нужно нот, как раз. Ну, а как-то по-другому написано. Может быть, вы поближе сядете, чтобы... Да, мне так плохо слышно было. У меня просто знакомый сядет. Может быть. Ну, еще, конечно, вот, если бы... Обречили читку бы. И, допустим, вот, смотрите. Это вторая часть. То есть, пишут дуберацию тактов нет, кажется. Да. Дуберацию тактов не сняли, да? Да, да. Ну, короче говоря, это девятая страница. Девятая страница. Два последних тактов. На ши-четоке, на пя-четоке. Где очень много нот. Вот. И... Я понимаю, программа выставляет, там, бемоль в одной ноте. Но было бы гораздо легче читать, если бы, знаете, выставляли бы практически все это было. Потому что такт длинный, много-много. Просто читать это из-за длины очень много. Потом, если, допустим, в такте встречается... Вот в следующем такте, например, встречается соль бемоль, то... А, нет, это в другом месте. Ну, короче, блин, если так не встречается бемоль, то лучше диезку у этой же ноты не использовать. Вот такие вещи нет. Ну, вот что касается теперь четвертой части. Да, вот еще, конечно, этот кусочек по поводу одиннадцатой страницы, там, где пение. Игра с пением. Ну, тоже, че-то, че-то трудное место для интонированных голосов. Ну... Который медленный... Ну, да, медленный кусок, да. Вот тоже, смотрите, вот первый такт, четыре вторых. Да. Раз-раз. А вы пишите в конце такта ноты или с такими-то врёбами? Обычно так обозначают цифрулаты. Да. Всегда. А у вас здесь что? Подразумевался в этом моменте. То есть он не прощаетесь... Недельный вы пишите, что это без гривен. Нет, ну, нет без гривен, конечно, потом. На вот этих вот, на шестнадцатом автусу карим. Почему? Без гривен. Олег, мне прошу прощения. Если какой-то такт показать, то говорите, пожалуйста, громче. У нас стекло здесь, нам не совсем слышно всё равно. А, одиннадцатая страница. Одиннадцатая страница, первый такт. Спасибо. Ну вот тоже, если вы уладите, то подписывайтесь. Да, согласен. Очень круто. Ну вот, а так, материалы еще хороши, мне очень нравятся. Понял, со мной? Нет, нет, началом. Всё, спасибо. Ну вот, я не знаю, что вам говорили клавиникисты, которые играли четвёртую часть, но я вам скажу какую-нибудь вещь. Во-первых, очень большое количество слептонов. Вы знаете, что? Во-первых, значит, слептонов – такой приём, когда язык очень плотно прижимает трость, ну это, да, трость прижимается, подача воздуха, трость подскакивает язык, опускает трость, трость подкает в щелчок. Да? То есть язык выполняет довольно большой работой. И если очень много слептонов, то язык подтрагнируется. Язык трагнируется и ломается трость. Поэтому, если у вас есть какие-то варианты, то снимите почти все структуры, которые здесь есть. Особенно, когда речи идут сразу с анормальной этапой. Да, иначе было ещё больше, просто я не могу правдать. Согласен. Согласен. Ну, в принципе, я потерялся всё лёгкость, если это не очень тяжело. То есть она открытых садов – это нормально. Не, но вы же используете нюанс в артисии в начале этапа. Ну, да. Да, ну… Вот так, вот так. Ну, уже даже первый так вот у меня язык уже вкросят. То есть первый так вот это сыграет по-настоящему, как мы не сыграли, язык просто вкросят. Понимаете? Особенно, когда быстрые фассажи. В темпе, чем-то, есть, 16 минут, и мы должны быть сыграть невозможно. Понимаете? Посмотрите на минуты, только если, что максимум – это 16 и 4 – 60. Максимум. Понимаете? Да, вот. Настолько это не тот приём, который можно восстановить. Поэтому просто снимите эту вещь. Вот. У меня, честно говоря, пару дней получил эту часть, но пока на публике у меня не хочется, потому что… Максимум, чтобы две недели заниматься каждой командой, по части. Не будет. Да, если есть тренировки. Мастера, да. Теперь вы знаете, что? Еще. Значит, по поводу фролата на верхнюю точку, которая… Четвертая часть, да? Да, четвертая часть. Да, четвертая часть. Что там четвертая? На что там? Ну, ноты, ноты просто. Четвертая часть. А, да. Но здесь какие-то есть вещи. Ну, например, до четвертой актовы, до четвертой актовы фролата 4 фунта. Ну… Да. Ну, в принципе, извлекали. Слован Титина не очутилась. Он играл фролат? Да. Он играл фролату до четвертой актовы. Ну, и, в принципе, к концу меня не сделала, там разрешаясь, чтобы он сожжался там в конечении, и полагается, чтобы он ранее не может согреться. Пускай-то не обязательно его соблюдать до конца актовы. Нет, он играл до четвертой актовы фролата? Ну да, такое получалось. Совершенно? Я не знаю. Вот вы знаете, есть такое сочинение, как сенатис нахаризм, у полейшей молочей. Оно начинается с до 4-го этапа, около 3 форта. Вот в интернете есть много записей этого сочинения, а в горительстве играют. И практически ни один не берет вот у него. Это невероятно. Они на репетиции справлялись, но при выполнении нахаринка данных, по-моему, не играл. Это невероятно. Да, по-моему, с этого были. Ну, ординария. Просто ординария взяты. Да? Ординария друг друга. Но фрулата, когда при кеме зажатого бутылка, там вышел. Понимаете? А чтобы измечить артургиоду, фрулата, нужно расплавленную вышел. Понимаете? Ну, такая технология. Поэтому выше соль, выше соль третьей октавы, а на этом еще фрулата. Просто он рекомендует. И вот здесь у вас сегемольт, да, фрулата? Лучше снимите. Если вы хотите, чтобы это играли, то вы не учились, а получали довольство. Потому что здесь есть много материала хорошего, от которого получаешь удовольствие. Но какие-то вещи лучше заменить. Да. Мы с фрулата тоже двадцать девятый такт. Двадцать девятый такт – это семнадцатая страница. То есть слышно, да? Покажите просто. Я могу. Покажите просто. Покажите просто. Придельно высокие ноты, мы зажатыми на полосу, зажатыми вышелы. Тут, ладно, должно быть расслаблено, и голову, раз, чтобы геомарма формы. Покажите. Да, 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 да. 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 Я могу, наверное, врачащий, когда голос не смешает, тогда на карту еще что-то. Я вам советую, как можно меньше стоит. Они даже здесь не особенно… Я сам, только оттуда, слои, как приятные. В этом материале, они вообще, да. Тем более, что там еще и скотч. Ну, я, в принципе, возможно, что-то вот повторю, потому что, конечно, уже сказал, или что-то по следам, по нотации, по исполнению. Вот, я посмотрела ваши ноты по сфере. И, кстати, я хотела спросить Олега, как 18-я страница. Что-то там, ну, как? Это Александра… Нет, это… Ну, в августе, там, что, 18-я страница. Да, 18-я страница, давай, скажи, так. Александра не автоматическая, потому что… Акро-конечно, не автоматическая, как Александра, да, а Александра возможность… Восемь, если вы не сможете… А, вот вы это, а… Ну, можно, то есть, вверх… Ну, да. А, вверх, а вот… А, вверх, а вот… А, вверх, а вот… Ну, вот и так вот… Есть запас, да. Ага. Нормальный, да. Отлично. Это как раз хорошо. Ага. И какие-то вот вещи, например, по поводу знаков, включенных. Вот, 19-я страница, 62-й так. 19-я страница, 62-й так. Трудно читать, потому что, когда фа-ди-ес, это самое начальное так, а потом уже понимаешь, какая фа-ди-карня, фа-ди-карня. Ну, можно перед картой ноты, но особенно, когда применяется нотный знак, у вас сначала крестик с па-ди-ес, а дальше у вас нормальный па-ди-карня. То есть любой исполнитель подумает, что это па-ди-карня. То есть когда вы меняете способ записи, знаки меняете с крестиком, наверное, нотар. Или иногда, например, в струнах, когда вы, ну это аналогия, скорее, меняете прием игры, заново указать динамику, например, спецкарту на арку, желание бы сказать еще раз динамику. То есть самое, о какой-нибудь па-ди-карня. Когда вы меняете символы, которые вы используете для специальных приемов, на нормальные, надо повторить, в общем, ди-ес перед па, чтобы было понятно, что это тоже па-ди-ес, не па-ди-карня. А когда мы, кстати, все равно будут основные па-ди-карни, если вы не брали, то тут добычу. А добычу, когда мы не знаем, и поэтому на основе па-ди-карни. То есть программы оставить, чтобы в самом основе это можно па-ди-карни. Да. И вот какие-то, вот, может быть, опять же по нотации технические вещи покажутся на этой теме. Я вот пройдусь. Вот первая страница, первая часть. Страница 5 по документу. По документу страница 5. Я понимаю ваш композиторский замысел в организации размеров. Да, две черточки плюс пять, старых плюс пять четвертей. Видимо, это так выстроена фраза, и так она и центрическая. Но гораздо более практична вы исполнители все-таки, когда такие разные размеры, когда менять каждый такт и повторять, менять каждый такт. То есть это ваша композиторская структура. Но исполнители, так сказать, удобно играть. То есть передает его, лучше все-таки менять размер координации. Она выставляет его как сложный. Вот. А вот уже какая у вас метрическая структура, вы можете описать примечания к сочинению, вы рассказать, и исполнители объяснить. Это как же уже, там, делаем интерпретацию. Вот потом вот такой интересный момент здесь. Четвертый такт. А, нет, это не четвертый. То есть вот каркас начинается кузнинуться из-за этого значения размеров. Какой такт? Третий этап, вторая часть. То есть там есть такой Си-демоль, партисима, потом демененда и акцент на снятие атаки. Вот, я не знаю… Какая-то страница? Первая часть. Третий этап. Вот. Вот. Олег. А, ну да, демененда и акцент. Да. Ну да, это странно. Ну то есть это… Как демененда работает с акцентом? Я могу понять, как акцент работает с снятием атаки, а как с демененда еще? То есть, может быть, это возможно, несколько подчеркнуты, то есть акцент по-другому? Понятно. Нет. Просто это довольно сложно, мне кажется, передать смесь демененда. Если бы не было демененда или было какое-то демененда, а потом немножко крещенда, это было бы легче услышать и легче, наверное, играть. Вот. Ну, это такие, так сказать, мелочи, но таких мелочей довольно много, хотя при том, что партитура записана очень детально и очень хорошо, в общем-то, и сочинильно, мне кажется, очень интересно. Вот. Но еще я хотела просто уточнить, что вот, например, шестая страница документа, последний такт, в общем, последний такт в первой части. Там начинают какие-то кружки появляться, и дальше они продолжаются… Это много сшипов, да. Это много сшипов, да? Это много сшипов, да? Это много сшипов, да, уже услуги. Это какие-нибудь обозначения все-таки, да. Ага. Услуги. То есть, они появляются перед новыми. Хорошо. Ну, да. Так. Далее. Вот вторая часть. Вторая часть. Это седьмая страница документа. Он назад тоже, как седьмая страница. А когда начинается… Кто говорит? Вообще ничего не слышал? Там ничего, партитура не отмеживается, потому что минимум там не слышно ничего. Я не понимаю. Да нет, он появился. Да это вот сейчас появилось, когда есть. по-моему, на пальцах. Ну, в теории, так сказать. Там тут… У всех такие… По-моему, на пальцах. По-моему, на пальцах. Микрофон у вас. Да. Извините. Вот здесь теоретические группы выстраиваются как раз такие. Вот этот показанный модус, это примерно все с размером равно половине двух восьмых. Я так обращаюсь к себе к любому, я так скажу. Это значение у меня изначально, по-моему, перфекцию, я помню. И, соответственно, продолжается к любому математику теоретический модус, который я... Я таким образом просто даю подсказку, что все группы длительности, долгие или короткие, они будут примерно пропорционально раз в половине двух восьмых. Просто в равном темноте. Олег, вот вам это было понятно? Мне тоже. Я вообще решила, что, возможно, это как бы намек на какое-то более такое свинговое исполнение. Потому что, ну, так обычно... Более свинговое исполнение там не выглядит. Да. Ну, это уже, там, стиль классный у вас, да? Там было написано, да? Да, да. Ага. Хорошо. Спасибо, что объяснили. Может быть, это стоит как подробнее объяснить их примечания или какое-то объяснение для исполнителя, потому что вот мы вот не поняли. так. Далее. Следующая страница. Следующая страница, просто вот самое начало следующей страницы. Вы два раза в этой части меняете ключевые знаки на па-мьес, которые вы либо не используете, либо вот здесь вы используете его, по-моему, один раз и еще его выписываете как случайный знак. При этом. Вот. Как так получилось? Ну, я бы, это указание на ладовое наклонение, так скажем, все-таки, что предполагается не какой-нибудь педийский факт, он не себе такой... Конечно, он целиком не подзвучит, но он предполагается. Да, но зачем, нет ведь никакой необходимости менять ключевые знаки, тем более всего на несколько этапов. То есть это, в принципе, опять-таки, усложняет задачу исполнителя, а у него этапов очень много... Да, то есть, опять-таки, вот видите, вам надо разделить, что вам нужно нотировать для исполнителя, а что объяснять чисто по-композиторски для интерпретации этого сочинения. Это отдельная история. Хорошо. Да. Конечно, идеально, когда можно и то, и другое воплотить в нонтации, но иногда оно противоречит другому, понимаете? То есть вот эта вот перемена ключевых знаков, ну, мне кажется, в этом нет необходимости, и никто ведь не понял, что это вот педийский лад, да, и вот что какое-то было... То есть это не было, не слышно, не видно, нигде не прописано, да? Вот. Ну, то есть, к мой совет, все-таки, музыка, в общем-то, довольно окональная, да, ключевые знаки всегда ассоциируются все-таки стональность, вот, ну да, сладости, наверное, тоже, но... Да. Далее, вот Олег уже об этом говорил, вот сейчас это десятая страница документа, и такой вспоминающийся очень яркий момент, когда исполнитель играет, пробивает, и усиливает звуком, да? и... И... на голову продолжать, да? Это очень интересный момент, и, возможно, если есть огромное количество репетиций, это все очень здорово, но, в принципе, я хотела сказать просто вот из чисто такого композического практического опыта, что когда можно скоординировать два разных вида деятельности как-то, да? То есть мозг будет не так сложно, как три, да? А вот, когда пальцы, голос, ноги одновременно, это довольно сложно. Да и... Да и... Да. Я не спорю, я просто говорю, что вот чисто практически три разных вида координации тела сложны человеческому руку. Два можно оселить, три очень сложные. Это надо быть цирпочем жанглером и очень долго... Теперь, простите, наверное. Да, пожалуйста, пожалуйста, можете мне передавать вам микрофонами? Значит, я опытом подчеркиваю лишь сильные ноли, как-то, не более того. Дупируем на группировку больше есть. А голос по факту, он просто тупирует... Ну, ну, ритмический рисунок мелодии, он не точно интонируется по факту. Я выписал эту ноту, которую я не точно не повторяю, и не отличный другой мелодический тон. То есть, как бы, просто должно быть рычайно. И нота в голосе просто не должна совпадать с нотами. И этого достаточно. Я вообще советую, все-таки, ребят, простите меня, конечно, не передавая микрофон. На всякий случай, сами знаете, в каких условиях находится. Ну, да. Хорошо. Я не знаю, микрофон передавая микрофон. Да. Хорошо. Я вас поняла. И опять-таки, Марюша, прекрасная задумка, очень интересный эффект. Это просто, ну, сложно любому, даже, человеку, который будет интерпретировать. Это довольно сложный документ. Далее, опять-таки, вот я нашла момент, возможно, о котором говорит Олег. Это 12-я страница документа. И пронизированность тоже 12-я страница. Вторая строка. Второй так. Да, все появилось. Видите, там, Рэдимон переходит в Си-Диез, а потом после этого Си, да? И непонятно, Си, Си-Пикар, да? Как это предполагается. Ну, наверное, все-таки, как-то подумать над использованием знаков университета, что сочетается, почему Си-Диез, почему не то, что было бы значительно проще. То есть, нам бы все-таки это внимательно очень все перепроверить. Так, вот, по поводу четвертой части. Четвертая часть — это 14-я страница. Ну, там просто вот по аннотации появляются вот эти две строчки внизу для партии на гид, и они совершенно пустые, но надо их просто убрать. Готовился, что ли, да? Готовился, что ли, да? Ну, да. Стоял по местным старцам. Практически на самом месте, чтобы просто отпускаемся, да. Ну, вообще-то, если ваше место настолько сложно, что я думаю, что это не будет сюрпризом, что человек будет очень долго это учить, и, в общем-то, вряд ли в этом есть необходимость. Так, но, в общем-то, вот по аннотации практически все были какие-то замечания, но вы понимаете, что это такие, как бы основные, можно так сказать, еще вещи. По музыке у меня к вам был вопрос вот по содержанию. А у вас очень богатое содержание, на самом деле. И помимо вот использования технических моментов, вы также прописали партию такого вот цинического движения, да, то есть партий должен начать играть, как бы стоять немножко боком, да, в эту сторону, там очень много всего прописано, очень интересно. Мне хотелось спросить, там есть какая-то история, или это просто дополняет какой-то музыкальный образ? Моги больше дополнить? Нет, потому что история по факту рассказывается во движении как раз существования Маслотона и данных этих номерах. Именно вот это. Это дополнение статического, я считаю, функционирования. Хорошо. Ну, это очень интересно, потому что я думала, что как-то с ладом я это не связала, потому что это достаточно такая, знаете, как американцы говорят, far-riching такое. Очень надо дойти к каким-то, то есть если вы об этом не расскажете нигде, то, в общем-то, ну, в принципе, возможно любая интерпретация, наверное, да? В принципе, номера я все-таки разделяю на некоторые разделения на вот эти аркаичные моменты. То есть, допустим, вторая часть это мужская мероприя, там, третья часть, которая, в ней представленной форме, я могу показать, что это женское начало, прястся, значение и все такое. То есть, как говорится, и это дополняет образ именно закладывания вот этой вот этой аркаичной идеи. Этичные для этого жена. Да. Ну, раз уж вы стали говорить о названии, я хотела спросить, чем вызван пудр именно итальянского репета? Вот. И причем, видимо, или бы ему... Это, на самом деле, это ответ на вопрос, почему речь сухие сочинения. Дело в том, что я считаю, что не описывался описывать, ну, грубо говоря, это не главное, описывать природу столков, вот этих заповедных столков, довольно такие скромные, условно, масштабы. Сибири пищевых на этой планете. Достаточно скромные, например, руководные и с академической позиции. Поэтому я припомню, что все-таки стоит немного позаигрывать с этой темой, и большинство и вполне не буду. И обозначение у меня, естественно, здесь на итальянском интернете. У меня такой академический подход к академическому вот этому вопросу. Опять-таки, очень тонко. Вот. И последний вопрос. Как попасть с тьмы? Так заинтриговали меня, что мне просто захотелось посетить его за поеду. Алина, пожалуйста, он сейчас формулом занят. Я понимаю, конечно, не зачастую. Очень интересно. Ну, вообще, спасибо огромное. Мне кажется, это очень интересное сочинение, очень красивое, очень содержательное, очень богатое. Вот, возможно, даже вот технически по степени сложности где-то слишком много. Так что какие-то вещи можно упростить, не потеряв содержание. А как вас с координацией трех параметров исполнения? Хорошо, мы можем указать по до конца на сроклассы, потому что, опять же, другие, пятая часть еще есть. Да, конечно. Я посмотрела третью, пятую часть. Очень интересно. И, конечно, мне бы хотелось когда-нибудь в будущем услышать целиком это сочинение. Ну, в принципе, оно и есть. Я могу как-нибудь предоставить небольшим желанием. Хорошо. Желание есть. Можете мне как-то поработать. Как я предыду, Александр Захаренко, да. Ну, и четвертую часть тоже. Да, я все приемы проводили. Поэтому я не берусь ее, чтобы как-то обрабатывать о наших соцсетях. Да. Ну, хорошо. Я вообще поздравляю вас. Это такое серьезное, большое сочинение. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.